Развитие современных технологий и, как следствие, постоянно растущая конкуренция на рынке промышленных продуктов – сегодня главная проблема любого предприятия в мире. На Совете по промышленной политике, который открыл неделю национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» главы крупнейших ульяновских производств, члены правительства, федеральные мировые эксперты обсудили механизм построения цифрового производства в Ульяновской области. Есть три уровня. Это сбор данных с промышленного оборудования, это объединение бизнес-данных и производственных данных, и третий уровень – это уже всякая фантастика, искусственный интеллект и так далее. Так вот, первый уровень на самом деле на Авиастаре во многом сделал. Работает огромная, на многих производственных участках работает огромная система сбора промышленных данных с очень разного оборудования. Всего за год. Только благодаря этому Авиастар сэкономил миллионы рублей. Первое, что обозначило анализ собранных данных – одинаковые станки загружены не одинаково, как следствие частые поломки и простой производственных линий. После отладки загрузки оборудования завода выяснилось, что запланированная закупка новых станков просто не нужна. Экономия – сотни миллионов. То же для персонала. Цифровизация не вызывает сокращений. Ее результат – равное распределение нагрузки и бесперебойная работа производства. Специалисты утверждают, цифровая технология оценки эффективности поможет снизить затраты и повысить производительность труда абсолютно любой организации. И только в 20 веке мы сказали, что мы должны коммерциализировать данные исследования, мы должны создавать деньги, мы должны обогащать наш регион. Именно этим мы занимаемся. В этом смысле руководство нашего региона интересуют те же задачи. Только в зоне внимания не Бельгия, а Ульяновская область и Россия. Бельгиец готов делиться опытом. Он частый гость 73-го региона. Однако многие ульяновские инновации даже он хотел бы перенять. Перед нами стоят колоссальные по сложности задачи в самое ближайшее время. Ну, что называется, перезапустить программу привлечения большого количества кадров, потому что программа стоит более чем амбициозная. У руководителей промышленных предприятий сейчас будет возможность пройти по авиастару и посмотреть первую вообще в России. Да, она одна из первых в мире поточных линий, современных поточных линий по сборке самолетов. Снижение себестоимости не в ущерб качеству. Организация новых рабочих мест и выход на мировые рынки – основная задача. Поэтому обсуждением дело не ограничилось. Регион и компания «Цифра» заключили соглашение, согласно которому цифровое производство станет еще одним реальным шагом на пути Ульяновской области к технологическому прорыву. В подписание соглашения приглашается губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, директор по развитию общества с ограниченной ответственностью «Цифра» Александр Викторович Смоленский. Также в рамках открытия тематической недели нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» состоялась встреча губернатора с генеральным директором одного из крупнейших в мире авиагрузоперевозчиков – компании «Волга-Днепр» по итогам Московского авиационно-космического салона. На встрече, где губернатор коснулся вопроса о создании в регионе научно-образовательного центра, присутствовал и Владимир Гутенев, эксперт в вопросах промышленности всероссийского масштаба. Я абсолютно разделяю мнение Сергея Ивановича о том, что региону необходим научно-образовательный центр. И рассматривая, в какой сфере концентрировать компетенции, мне кажется, альтернативы в общем-то нет. Здесь авиационно-авиакосмическое направление, общее машиностроение – это как раз те направления, где можно было бы за счет совместных усилий серьезно улучшить конкурентоспособность региона. Пока строительство этого центра в планах региональной власти. Однако его поддерживает и правительство Российской Федерации, и бизнес, и предприниматели, и научное сообщество. Значит, идея найдет свое воплощение. Производство, основанное на новейших научных разработках, производство, где ценится человек, станут реальностью и не в таком уж далеком будущем. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова